Следующая новость. Канада выделяет 115 миллионов для восстановления энергосистемы столицы, именно Киева. Киев, кстати, очень сильно пострадал, до сих пор там проблемы, но наши энергетики борются. Кстати, сегодня, по-моему, день энергетика, и я их поздравлю в заключительной части этого видео. Там есть приветствия и поздравления для наших энергетиков, которые сегодня держат свой фронт в плане обеспечения всей страны теплом и светом. Так вот, Канада дает 115 миллионов долларов для восстановления энергосистемы нашей столицы. Как отметила премьер-министр Канады, вице-премьер-министр, извините, средства будут взяты из тарифных поступлений от импорта из Российской Федерации и Белоруссии. То есть, видите, все цивилизованные страны мира начинают за счет России, ну и тут Белоруссию пристегнули к этому, за их счет выделять нам средства для восстановления того, что Российская Федерация пытается разрушить в Украине. Далее, в связи с такими блэкаутами, которые наступили в результате ракетных ударов Российской Федерации по территории Украины, наша Госпогранслужба не отмечает массового исхода наших граждан. То есть, волны миграции или эмиграции нашего населения нет. Наши люди, я всегда говорю, что мы очень нация, которая умеет находить выходы из любых положений. Мы приспосабливаемся к жизни в тех условиях, которые у нас есть на сегодняшний день. И вот такой волны беженцев, как это было в начале войны, ну там понятно, переселение, потому что война, фронт это. Но сейчас в результате ракетных ударов, в результате блэкаутов с электроэнергией, с теплом, с водой, нет такого массового исхода наших граждан за пределы Украины. Есть внутреннее перемещение, но за границу никто не ломанул.